За переговорами в Хельсинки пристально среди европейские лидеры в Брюсселе находится сейчас моя коллега Ирина Иванова, она с нами на прямой связи. Ира, добрый вечер, расскажи, как реагирует на встречу Трампа Путина в Европе. Добрый вечер, Наталья. Прежде всего хочу отметить, что встреча в Хельсинки проходила во время саммита глав МИД Евросоюза в Брюсселе и также взита нескольких европейских лидеров в Китай для обсуждения торговой войны, развязанной Дональдом Трампом. Этот конфликт изрядно подпортил отношения Вашингтона как с Брюсселем, так и с Пекином. Накануне встречи в Хельсинки и Дональд Туск и Федерико Магарини примирительно заявили, что Европейский Союз остается другом Соединенных Штатов. Хотя сам глава Белого дома перед визитом в Хельсинки назвал Россию, Китай и Евросоюз недоброжелателями. Не обошлось без запоминания встречи Трампа и Путина на саммите министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. Дебаты по поводу их переговоров не были включены в повестку дня, но министры все же их обсудили. По итогам заседания Федерико Магарини выразила надежду, что лидеры США и России смогут прийти к согласию по вопросу контроля вооружений. Об украинском вопросе пока ничего конкретного. Наталья? Спасибо, Ира, Ирина Иванова, о реакции Брюсселя на встречу Трампа и Путина. Несколько дней назад буквально с Дональдом Трампом встретился Петр Порошенко. Переговоры состоялись в рамках саммита НАТО в Брюсселе. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, энергетической безопасности Украины, в частности, недопустимости запуска Северного потока-2. Но главной темой встречи были незаконно осужденные украинцы. Петр Порошенко попросил американского коллегу обсудить эту тему с российским президентом.